Модернизация пенсионной системы по Казахстанске вызвала бурю эмоций среди жителей Карагандинской области. В позднем выходе на заслуженный отдых для женщин, к примеру, министр труда и социальной защиты Серик Абденов отыскал массу преимуществ. О них и попытался рассказать глава Минтруда, госслужащим, учителям и медикам региона. Сколько мы вложили средств от собственной зарплаты на индивидуальный пенсионный счет, столько и мы будем получать пенсии. Пенсионная реформа предусматривает создание единого накопительного пенсионного фонда и повышение эффективности данной системы. Отныне все накопления будет контролировать правительство. С приходом пенсионной реформы о солидарной пенсии казахстанцам придется забыть. Если мы останемся тех параметров сегодняшней пенсионной системы, не будем реформировать на сегодняшней пенсионной системе, то по расчетам и нашего, и Всемирного банка мы придем к тому, что в 50-м году мы будем иметь всего лишь 12,8% замещения своего дохода. Пенсионная модернизация, безусловно, имеет преимущество, ведь ранний выход на пенсию может грозить болезнями и преждевременным старением, заключил глава Минтруда. Вам нужно работать и работать, потому что, ну, зачем нам в 50 лет думать о пенсии? При выходе на пенсию мы просто приобретем дополнительные болезни, мы будем раньше стареть, это однозначно. Дополнительные трудовые 5 лет позволят женщинам накопить достаточно средств на достойную старость, уверен Серик Абденов. О модернизации поведали и рабочим из Жасказгана. Если мы хотим, имеется это для граждан, если мы хотим, каждый из нас при выходе на пенсию, иметь соответствующий размер пенсии, то мы должны думать о том, что больше участвовать в системе, больше накапливать, больше отчислять. А как же быть тем женщинам, которые трудятся на комбинатах или в особо вредных условиях? Ведь там, помимо тяжелых условий труда, добавляется ряд профзаболеваний. Они-то и требуют пристального внимания. Чтобы убедиться, что трудиться женщинам не так легко, Серик Абденов направился на медиплавильный завод Жасказгани. Между тем, в Карагандинской области сегодня насчитывается 183 тысячи человек пенсионного возраста. Это около 13% от общей численности населения. Напоследок глава Минтруда дал всем гражданам совет. И дворникам, и министрам надо работать. Надо работать и регулярно отчислять. Ирина Камышова, Жаск Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.